приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу последние новости в игре world of tanks первое о чем хочется поговорить это какое-то не сильно понятно мне недовольство у игроков которые жалуются про 3d стиле которых не будет следующем боевом пропуске во первых возможно они появятся в модах я конечно это не гарантирую и не знаю я модами не занимаюсь но все 3d стиле которые в игре есть они в модах тоже есть если они в модах появятся вы сможете на свой танчик их поставить и просто смотреть на свой 3d стиль это первое что я хочу сказать второе откуда взялось столько любителей 10 уровня вы все любите десятки эти же 3d стиле на десятки надеваются на них можно посмотреть только на танках 10 уровня которые есть у вас в ангаре и в бою тоже вы увидите их только на десятках больше нигде вы их не увидите потому что они только на десятки ставятся и там и находятся все у меня такое ощущение что это как обычно огромное недовольство исходит от маленького количества людей общей массе мне кажется вообще по барабану а то они там собрались игру бросать 3d стиле оказывается это единственное ради чего они играют да 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 вот и посмотрим как без 3d стиля онлайн в картошке упадет до нуля наверное хотя особо летом смотреть это смысла нет потому что во первых из года в год онлайн по чуть-чуть падает а во вторых летом он всегда падает поскольку игровой сезон он в основном зимой происходит зимой онлайн во всех играх всегда выше чем летом причем я не удивлюсь если через время эти 3d стиле все равно у нас когда-нибудь потом появится мне честно говоря вообще все равно на эти 3d стиле и свободный опыт боны там и все остальное для меня как-то важнее чем 3d стиле на танки 10 уровня на которых и так у меня есть 3d стиле зачем мне там по 2 3d стиля я же их одновременно все равно не надену лично мне я не понимаю зачем они вообще тем более они сделаны в стилистике другой игры а то видите ли там они красивые с новыми эффектами да просто прошлые 3d стиль они вообще без эффектов это просто текстуры которые ничего не делают а там видите ли эффектики какие-то чуть-чуть что-то там блестит какие-то колбочки жижей какой-то там играются и чё вы можете у себя возле компа поставить колбочку и с ней играть что вы в принципе и делаете в общем и целом какие-то неведомые бурления в эту сторону начались для меня лично они непонятны следующее о чем хочется рассказать это на китайских серверах там проходят тоже караваны и вот у них в караване можно получить гонсала и т-44 122 а гонсала это старший или младший брат в общем брат нашего колывана поскольку колывана барабан а у гонсала его нет вот и вся разница ну и соответственно параметры тоже немного отличаются и у этого замечательного гонсала есть еще 2d 3d стиль судя по новости он вроде как 3d но на самом деле это просто 2d в общем на скриншотах вы можете увидеть желтый такой вот цвет на котором грубо говоря вы как дикальки меняете там глаза рот руки там еще какие-то по бортам неведомые на мазюканные штуки дрюки в общем и целом такое уже было я не знаю что тут нового ничего нет у нас вроде есть стиль который можно в клиенте игры купить то ли он егерь называется то ли не помню как он называется там огромное количество вариантов самого камуфляжа можно значки эмблемки менять и так далее так что тут ничего нового нет да и в целом это же просто набор краски камуфляжей и декалек со значками которые заключены в один какой-то стиль в один камуфляж и ты внутри него там меняешь лично для меня здесь никакого вау-эффекта нет да и в целом стиль какой-то детский это не моё кому-то конечно это понравится но как она вам понравится если но не на наших серверах а на китайских но может быть она осенью или зимой появится и в нашем караване также с 1 июня по 30 июня у нас будет включен режим стальной охотник в нем переработали баланс переделали экономику теперь там будут резервы клановые ваши резервы работать будут работать бонусы от игры взводом добавили туда новые три танка и это все будет работать целый месяц также будут ежедневные задания которые можно будет выполнять один раз в день получать дополнительный там какой-то опыт серебро а также задание на мастерство за которые можно будет получить боны интересно сколько можно будет за весь месяц на фармить бонов имеется желание на фармить боны и купить в боновом магазине какой-нибудь из 6 или гвардеец на мой второй аккаунт где особо ничего нет дополнительный режим у нас в игре включают аж на месяц такое происходит не часто я честно говоря не любитель стального охотника поскольку его каждый раз все больше и больше захламляют новыми танками и он уже не такой простой и понятный где ты на скелетом тащил всю катку больше делается упор на правильные прокачки где ты разбираешься во всех этих штуках это уже не всем интересно на мой взгляд в общем посмотрим что там такое они понаделали в этом режиме и сможем ли мы в нем фармить боны и не уходить в минус поскольку раз там включили экономику то мы можем уходить наверное не только в плюс но в минус бы не хотелось уходить поскольку я тогда в него играть не буду точно в принципе это все о чем я хотел рассказать пишите в комментариях что вы думаете про 3d стиле это все же повод не играть или пофиг и как вам стальной охотник на месяц с вами был арчик играть красиво всем удачного дня пока и и Продолжение следует...